В далекие студенческие годы мне довелось прочитать произведение известного английского писателя Джерома Кей Джерома, где помимо трех недотеп-неудачников, черпанных аристократов, мне понравился герой второго плана. Это фокстерьер Монморенси. И невольно у меня родился каламбур. Фокстерьер, фокстерьер, всем собакам пример. Вид такой заманчивый и морда чемоданчиков. Когда я узнал, что фокстерьеры еще и азартные охотники, я завел себе фокстерьера и нисколько об этом не пожалел. В нашей сегодняшней программе речь пойдет о них, о фокстерьерах, о неутомимых спутниках охотников. Чтобы поближе познакомиться с этими симпатичными англичанами, мы с моим приятелем Сергеем и его фокстерьерами Рэмом и Тошей выехали в угодье на охоту на лис на норах, ту самую, ради которой и были выведены эти собаки. Исторические справочники свидетельствуют о том, что категория собак, именуемых фокстерьерами, фокс – это лисица, терземля, были замечены путешественниками и завоевателями на британских островах еще в период расцвета Римской империи. В средние века, с экспансией скотоводства, маленькие и невзрачные на вид злобные собачонки, наряду с пастушьими псами, выполняли особые и важные функции в крестьянском хозяйстве. Они неутомимо истребляли крыс, мышей и других грызунов, уничтожающих урожай зерна в амбарах и на полях. А в период 17 века и практически до наших дней, наряду с фоксгаундами, фокстерьеры стали важными функционерами парфорсных охот на лис, чем оправдали, закрепили свое название и прославили его в веках. А мы с питомцами Сергея проверили десяток нор, но пока с нулевым результатом. Сергей, почему у тебя выбор пал именно на фокстерьеров? Насколько я знаю, ты еще заедлый гончатник и держишь русских перьих гончих. Да, совершенно верно. Являясь страстным гончатником, очень часто оставался без трофея, по той причине, что гончи загоняют мой желанный трофей в нору. Лисицу. Лисицу, естественно, лисицу. Бывает и зайца, но это уже форс-мажор. И я остаюсь без зверя. Значит, пробовал заводить яхт-терьеров, пробовал заводить вельч-терьеров. В итоге вот мой выбор пал на эту породу. Английский фокстерьер, жесткошерстный. Чисто по внешним данным наиболее он мне понравился. Как потом показало время. Значит, собака наиболее приемлема. Как бы коммуникабельна она. Она и с гончими не грызется, и постоянно находится подо мной. Рядом с хозяином. И по первой команде работает в норе. Первое – это веселый нрав и привязанность к хозяину. Общительный, очень общительный. Семья от них в восторге. Ко мне прибегают ребятишки соседних домов и просят, ваш Тошка выйдет. Тошка – это один из питомцев. А Тоша выйдет погулять. А Тоша выйдет. И после того, как ты завел фокстерьеров, у тебя охота стала более удачной. И трофеи, в общем-то, всегда у тебя были. Да. Потом, опять же, бывают дни, когда с гончей вообще невозможно выехать. И тут я заболел прям норной охотой. То есть наст, дождь, мороз сильный. Тут уже специально едем на нору. Уже существует карта нор. Заезжаем на дно, на второй нору. Бывают дни, когда лисы не в норах, а в трубах, в старых зданиях. И тут я уже заболел по-серьезному, хронически. Чем, в общем-то, тебе нравится именно охота с фокстерьером? Потому что многие любят яхт-терьеров, многие вельш-терьеров, такс. Вот чем отличается фокстерьер от других норных собак? Пробовал яхт-терьеров, пробовал вельш-терьеров. Допустим, вельш рыжий. Его можно даже при подходе к норе, в камышах кто-то может из коллег перепутать. Вот. Примет за лисицу. Естественно. Фокстерьер яркий, очень яркий. Потом сама манера работы. Потому что, пройдя яхт-терьеров, вельш-терьеров и фокстерьеров, вот, остановился я на фокстерьере. Он очень умно работает в норе. Он не бьется. Не травмируется. Да. По первому зову выходит. Вот. При подходе к норе, значит, его не надо как такс унести в рюкзаке. Он неутомим. Но чтобы сэкономить силы, особенно по глубокому снегу, несешь в рюкзаке его. Да. Шерстный покров позволяет его держать, я сельский житель, в вольере на улице. Вот. То есть, достаточно подстилки, обыкновенный сено. И он прекрасно зимует. И очень интересна специфика вот его работы в норе. Потому что яхт-терьеры, это гладиаторы. Он идет пасть в пасть. А о фокстерьерах идет такая молва, что они очень умно атакуют лисицу, чтобы самим не сильно травмироваться. Вот как это все происходит. Особенно при размене. Это самое сложное, когда тупиковая нора. Зверь стоит в глухой обороне. Собака его атакует от выхода. А зверь прикрывает ей вход в котел. Вот как здесь все это происходит. Что касаемо моих собак. Во-первых, при том условии, если я не подшумел зверя. Вот. Собаки зашли и есть отходы от норки. Как правило, в течение 15-20 минут собака выбивает зверя. Естественно, если зверь не ученый, не профессор, не подранок. Вот. Значит, бывают, конечно, случаи, бывали случаи, что и два, и три, и четыре часа, и с утра с тряпки. Вот. К сожалению. Вот. Касаемо разменов, была бы это искусственная нора, я бы вам пояснил. Искусственные норы я их, к сожалению, не пробовал. Вот. Но касаемо разменов, я так понимаю, каким-то боком все-таки они их выдавливают оттуда. Наши фоксы проверили уже более десяти нор. Но зверя в них не оказалось, несмотря на ставший уже проливным дождь, который не только нас, но и лист должен был загнать в убежище. Но, видимо, при плюсовой температуре звери не спешат в тесные норы, полные всяких насекомых. Промокли. Принимаем решение уйти в избушку. И там, под крышей, поговорить о собаках. Сергей, как долго ты содержишь фокстерьеров? Фокстерьеров я держу, пожалуй, около одиннадцати лет. Вот тоже собачка первая попала ко мне, случайно попала. Попала не от охотников. Я к ней привязался очень сильно. С двух лет она стала прекрасно работать по норе, стала прекрасно работать по утке, стала членом семьи, потому что она играла и с детьми, она и по дворе, и жена полет огород, она сидит рядом, воробьев догоняет. Это такой компаньон, друг, член семьи. В каждой породе свои плюсы, свои минусы. И в каждой породе есть холерики, сангвиники. Но согласись, фокстерьеры душевнее. Это чем покупает еще эта порода? Это английский джентльмен. Вот у него такие позы. Даже если он боится, он щенком боится капитально такого большого пса, но он перед ним в такую позу встанет, что пес начинает бояться его. Происхождение проявляется в его повадках и поведении. Да, это стойка, это хвост пистолетом. Всегда, везде, даже если он побит. Джентльмен остается джентльменом. Джентльменом, да. Так сложилось, что в моей долгой охотничьей жизни тоже был фокстерьер. У каждого охотника в жизни бывает, говорят, только одна собака, да? Вот у меня было их несколько. Получилось так, что я привязался к нескольким своим собакам и долго их вспоминаю. Их уже сейчас нету. Тебя только внешность фокстерьера подкупила? Или же его характер, его задор, желание работать? Потому что многие, прежде всего при выборе, ориентируются на внешность, да? Выгодная внешность и так далее. И сначала на глаз, а потом уже сердце и душа вступают в действие. У тебя как было? На первом месте это рабочие качества фокстерьеров и отношение, его контактность, его понимание меня как хозяина. Вот это, пожалуй. Вот в работе это такая коммуникабельность. Он делает то, что от него требует. Я за 10 лет, которые проработал у меня фокстерьер в норе, я ни разу его не отрывал. Вот. То есть он всегда выходил с победой, без победы. То есть ты заранее не отзывал его из норы? Получилось такое, надо ехать за ребенком в садик или в спортшколу. А он в норе? Он в норе. Я же еще говорю, что очень надо ехать. Он входит в мое положение. Выходит. То есть у вас контакт был самый оптимальный? Он чувствовал тебя, ты чувствовал его? Да, с экстерьером такого не получалось у меня. Я так наблюдал по повадкам, фокстерьеры не склонны к воровству, как некоторые любимцы семьи. Им все прощается, они могут стянуть со стола, залезть в рюкзак. Они себе этого не позволяют. Мы сегодня не перекусывали, потому что дождь был. Иначе бы фокстерьеры заняли бы свое место в полутора или в двух метрах от нас. И спокойно наблюдали. И вот что касается еще их джентльменского нрава. Сколько приходилось, допустим, добыл я лисицу около норы. Машина за полтора километра, за два километра на лыжах когда-то приходится идти. Приходится яхт-терьера за собой тащить. Вместе с этой лисицей он вцепляется. И трепет ее по дороге. Трепет и упирается ногами. И после того, как попытаешься его оторвать, он бесполезно. Тратишь себе нервы. Фокстерьеру дал команду. Нельзя. Раз, два, три. Дал ей, соответственно, потрепать немножко. Потом все. Нельзя, не надо. Он пошел рядом. Спокойно иду. Со мной друзья все время поражаются. Как у тебя так собаку? Когда я вижу идущего с охоты усталого фокстерьера, мне невольно детская вот эта присказка или песенка. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Он идет, качается, но он никогда не будет скулить, там ложиться на снег и вести себя неподобающим образом. Как ты сказал, он джентльмен всегда останется джентльменом. И всегда придет к машине или всегда придет домой своими ногами. Известными историей личностями, повлиявшими на процесс становления породой, стали англичане граф Монтен и дворянин Фрэнсис Рэдмонд. Граф Монтен, который в начале периода нового времени стал отбирать наиболее злобных к зверю и стремящихся к работе в норах низкорослых с мощными челюстями собачек, и проводил с их участием начальную селекцию. Позже, в 1886 году, свой вклад в становление породы сделал Фрэнсис Рэдмонд, который закрепил в фокстерьерах трехцветный нарядный окрас и практически разделил их на два подвида – жесткошерстный и гладкошерстный. В природе существует два вида фокстерьеров – гладкошерстный, который якобы был выведен ранее, а потом появился жесткошерстный. Но есть и два направления в их разведении и использовании. Расскажи, пожалуйста, об этом. Мое мнение, и не только мнение мое, согласитесь, что из породы фокстерьера сделали декоративных фокстерьеров и рабочих. Это одно направление. Да. И рабочих, так скажем. Среди декоративных встречается очень мало рабочих собак по той причине, что, гоняя за красотой, терялись их физические, конституционные данные, так скажем. То есть крепость морды, крепость зубов, там, главное, длина морды, вот, рост. Они, как правило, все переростки декоративные. Совершенно верно. Они уже идут и 45 сантиметров, и 47 сантиметров. Я не удивлюсь, что они будут за 50 сантиметров. И они непригодны для работы в норе. Там, извини, отверстие такое в почве, в земле, что выставочный фокстерьер просто туда не пролезет. Ему туда незачем лезть. Да он и не пойдет. Привык ходить, потому что вязки происходят между собаками, которые просто красивые. А про рабочие качества забывают. Проходят два, три, четыре колена. И рабочие качества заснули. А будить их гораздо сложнее. Да и нужно ли это? Ну, в ущерб породе. Рабочие линии, они менее такие презентабельные, как выставочные. Их не часто триминкуют. Это, собственно, и не надо. Они выглядят, как магнатые шарики, перекатываются. С помощью триминга их можно тоже ввести в ранг чемпионов рейнера. Но нужно ли это? Зима, 30 градусов. И будет мой чемпион там трястись или придется его домой заносить. С выщипанной спиной? С выщипанной спиной, да. Нет, я тримингу их пробую. Иногда не хватает умения. Беру ножницы, стригу. Хотя это очень плохо сказано на шерсти. Раз в год, весной, потому что лето жаркое у нас. Мне приходится его... Правильно. Потому что фокстерьер, эрдельтерьер, все британские выведенные на островах терьеры, жесткошерстные, они не линяют. У них шерсть отмирает и остается по-прежнему на собаке. Поэтому если их не триминговать, конечно, они начинают болеть, у них появляются экземы, чесотка и так далее. Поэтому триминговать надо, но разумно, исходя из условий его проживания. И тем не менее, вот сегодня вы были свидетелем, когда под дождем они вылазили в песке, во глине и в грязи. Они отряхнулись и пошли дальше. Они сейчас очень даже ничего. Сидят в багажнике, они уже беленькие. Кстати, это интересно. Я думал, что они останутся также на долгое время в комках глины, в сухих растениях, когда они лезли в нору. Я посмотрел, через полчаса они уже чистенькие, беленькие, отряхнулись. Вот это особенность фокстерьера. Джентльмены. Джентльмены, да. Как сейчас обстоит вопрос с разведением рабочих фокстерьеров в России? Часто езжу на выставки с гончами, с фокстерьером. И наблюдается такая картина. Фокстерьеров жестких. Допустим, в нашей Воронежской области нет ни одного ринга. Видел я в Волгоградской области фокстерьеров. В Ростове, в Краснодаре слышал, там не бываю. Но слышал, что там количество фокстерьеров более-менее соответствует, чтобы проводить. Гладкошерстных или жесткошерстных? Да я даже их особо не разграничиваю. Жесткошерстных видел в Волгоградской области. Неплохо два-три ринга было собак. В условиях охотничьих уходов Германии, конечно, фокстерьер, наряду с яхтерьером, это самая желаемая охотничья собака. Многофункциональная, универсальная. Как ты сам это только что подтвердил. Работает и в качестве на подачу битой водоплавающей дичи. Работает в охоте по копытным. Особенно в вольерах, так называемой вольерной охоте. Да, и в Германии она по-прежнему развивается, эта линия. И много очень хороших представителей ввезены в Россию именно из Германии. Как ты думаешь, вообще у нас перспектива есть, что мы в дальнейшем сохраним фокстерьеров, и они будут радовать нас на охоте? Или же есть уже тенденция такая к постепенному замиранию и снижению количества любителей этой породы? Я думаю, что этого не произойдет. Настоящий охотник держал и будет держать рабочих фокстерьеров. И общаясь с ребятами из Центральной России, с владельцами, с заводчиками, значит, рабочая линия не умерла и будет продолжаться. В начале 20 века фокстерьер забоевал сердца немецких охотников. Практичные и рациональные немцы, учтя генетическую страсть фоксов к облавиванию зверя, стали использовать их в качестве универсальных гекерских собак в охоте на кабана и оленя, в том числе для работы по кровяному следу и розыску под рангой. А для добычи пушного зверя в норах в качестве тренировочного стенда создали так называемую нору фульде, где происходила первоначальная натаска молодых фоксов. Известно также, что в Россию в 1980 году была привезена первая представительница породы. Ее, по непонятным соображениям, повязали с бультерьером, и один из полученных от этой вязки щенков попал к князю Голицыну. Говорят, он стал любимцем князя и участвовал на охоте в доборах под рангов. Сергей, я бы хотел попросить тебя рассказать о стандарте этой породы, какой рост должен быть в холке у кобелей, у сук, какой окрас допускается, что является пороком, что неприемлемо в экстерьерах. Я имею прежде всего в виду охотничьей линии. Высота в холке для кобелей 29-39, для сук на 2 см, соответственно, 27-37. Что касаемо окраса, трехцветный окрас преобладает в основном, хотя бывают собаки двухцветных окрасов, голова всегда в румянах. Допускается и двухцветный окрас. Я видел, что на выставках и на охоте двухцветный фокс-карьер. Как исключение. В принципе, это не исключение, это, можно сказать, как нетипичность какая-то. Просто это линия есть определенная. Допускается рыжий, белый, но должен всегда превалировать белый. Поскольку он является контрастным таким окрасом, и чем хорош фокс-карьер, как мы уже с тобой говорили по этому поводу, при выходе из норы, будучи даже грязным, глиней, белый цвет всегда хорошо заметен. Не только при выходе из норы, в калышей. Фигический выстрел здесь просто невозможен. Охотник сразу видит, что это его собака. Поэтому это еще одна из таких, если так можно сказать, покровительственных окрасов фокс-карьера. Хвост обязательно купирован. Хоть и борются с этим, гринписы зеленые, но хвост купирован. Так это невозможно. В норе, если не купирован хвост, он просто-напросто ему будет мешать. Кстати, фокс-карьера приучать с детства за хвост, чтобы его... Помогать вытаскивать. Если бы я не продемонстрировал в лесу, я своих кручу вот так. Сила... То есть накачивается еще и хвост, грубо говоря. Очень высокое требование к зубам. К щипцам. Стоп, мы еще... Вообще хвост делается именно удобным для того, чтобы помочь, если в экстерьер кигач, он задушил лисицу или енота в норе и тянет котнорку, чтобы владелец мог охотник ему помочь, ухватившись за его хвост. И мы умалчиваем еще одну тонкость. Все-таки эти джентльмены дручуны ужасные. Да, и растаскивать их тоже. Растаскивать их очень удобно. Именно за хвост. И собаку с детства приучать, потому что если он чего схватит за хвост, у него сразу реакция либо трусость, либо наоборот агрессия. А здесь он знает, что это хватка хозяина. Это профессиональная хватка. Да. Если хватать его за шиворот, это как бы хватка по месту, это будет его немножко унижать и... И провоцировать агрессию. Он будет стараться освободиться. А хвост – это значит, что хозяин включает тормоза. То есть он в рабочем состоянии. Если вы схватили за хвост, это ничего страшного для него нет. С детства приучать надо, что за хвост его можно потрепать. И также приучать его челюсти. Вот у меня все сочинящего возраста. Тренировать челюсти. Лисия шкурка, я ее кручу. Такие виртуозы, они что-то... То есть ты делаешь такую вапку? Ну, сначала, да. Сначала все начинается с того, что она в вольере просто хватает висеть, дергает. Кстати, зубов 32 зуба формула. Зубы крепкие, ровные. Шесть, значит, резцов сверху, шесть снизу. Прикус обязательно ножницеобразный. И большое требование, никаких недостатков зубов, перимоляров не должно существовать. Потому что это все передается по наследству. А зубы у фокстерьера это... Это орудие его. Колющий, режущий инструмент, без которого он не служит. Оружие, точнее, да. И хватка челюсти. Челюсти должны быть мощной прямоугольной формы для того, чтобы брать зверя, тащить, делать хватки. Но еще требование к стандарту. Фокстерьер должен обязательно иметь прямые ноги. Передние. Передние, да. Прямые ноги. Значит, резкий переход от грудной клетки к животу, он должен такой быть... Подрыв. Подрыв, да. И должен быть, как правило, узкогрудый, потому что приходится работать в норе. Колодка должна приближаться к квадрату. К квадрату. К квадрату обязательно. У кобелей это требование главное. У сук они могут быть растянуты. Это крепость породы. Затем, что обязательно... Ну, поставка конечности, естественно, на джентльменский. Столбики вот эти знаменитые, фокстерины, да. Да. Все это еще с помощью даже непрофессиональной, вот, так скажем, стрижки, тримминга. Все это дело подчеркивается. Задние ноги, причем, там обязательно не должны быть прямые. Там должно быть защеление. Да, защеление. Можно сильная спина, которая позволяет ему прыгать высоко, очень быстро бегать, тянуть мышцы спины, чтобы он мог тянуть, чтобы убираясь задними лапами, упираясь этими, он мог тянуть. Ну, а еще разные уловки придумывают. Со щенячьего возраста приучают в экстерьеры заходить вот в замкнутое пространство. Кто-то скручивает у себя, пусть жены не обижаются, скручивает ковер. Делает такую трубу и туда запихивает вапку, которая привлекает внимание щенка. И щенок лезет и получает от этого удовольствие вот в замкнутом пространстве. Ну, естественно, и искусственные норы. Это у нас широко развито. В Ростовской области, я знаю, в нашем регионе есть несколько искусственных нор, оборудованных телекамерами, где можно следить за работой пса в норе непосредственно. Исправлять какие-то недостатки, если они есть. Да, это прекрасно. Потому что сразу характеризуется собака, кто она. Да. Либо она работает головой, либо она работает грубой физической силой. Ведь в фокстерьерах тоже есть, так скажем, как в боксе. Есть, которые работают от нападения, есть, которые работают... И используют ошибки нападающего в свою пользу. Да. Да. Ну что ж, спасибо за интересный рассказ. Желаю удачи на охотничьей тропе. Спасибо. В последней обследованной нами норе фоксы наткнулись на бурсука и принялись неистово его облаивать. Мы сразу сообразили, кто хозяин норы. Барсук – лицензируемый охотничий вид. И у нас в данный момент не было разрешения на его добычу. Мы приняли решение завершить охоту и засобирались домой. Собаки, по отличие от людей, не склонны к фальши и компромиссам. Если они любят, то они любят искренне и до конца. А если так случилось, то и искренне ненавидят. Но у них, так же, как у людей, есть свои привязанности. И, конечно, одна из них – это охота. В нашей программе мы рассказали о фокстерьерах. И я надеюсь, вы не остались равнодушными к этой породе собак. Редактор субтитров А.Семкин